полностью алюминиевая до волговская подвеска впереди стоит а для нее нужен был редуктор для нее нужен был фланец фланец на нее уже стоит ваш фланец мотор ходи всем турбина турбина газовая турбина газовая турбина жир ржд-350 виктор и свеч ящичек откройте а то он такой как современно метр вся эта еще идите идите за машину вот этот ящик открой и первый выключатель нажми вот так ночи в 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 там в в Вы знаете, Лев Курманов историю остался как-то текстовский владелец Пахтинга через конкурс, потом он работал в культурном цепенировке, но он был действительно главным конструктором именно той машины, которая называлась ХД-1. Но, наверное, все-таки надо говорить, что непосредственно история началась этой лаборатории уже в 1961 году, когда на работу на должность главного механика, был приглашен, на тот момент уже достаточно доступный человек, Владимир Константинович. Владимир Константинович в том моменте имел кучу своих рекордов в скорости, имел очень много сделанных автомобилей, и, конечно, был бы художник с тех стороной человеком. И, проезжавшись в первом году, самое интересное, что первая его машина, сделанная на стенах института, была не только доводочная машина, а был автомобиль, тоже экспериментальный, но был политически прогулочный. Вот он, ХД-2. Прикольно. Прикольно.